В гостях у журнала Women's Time Александр Клейн, автор книги «В помощь ценствующему». И сегодня вы получите ответы на вопросы, такие как… Когда ты ждешь от ребенка любви, ответа, ты обречен на поражение. Не слова и тем более не нотации влияют на ребенка, а твой личный пример. Если родитель ждет ответной любви, он не делает то, что должно. То, что тебе кажется пустяком, на самом деле может быть корнем, из которого все. И наоборот, то, что тебе кажется важным, оно ничего не весит. Без вот этих вот тонких технологий невозможно выйти из этого порочного. Не умеешь обращаться с папой, с мамой, потому что переделать их невозможно. Можно только уметь обращаться. Ну вот, значит, вот тебе твой результат. Не умеешь с детьми обращаться, вот тебе резьба. Хочется понять, что такое вообще родитель все-таки. Его фазу, да, не то, что там ребенок должен родитель. А что такое вообще родитель, нафига им становиться-то? Моей старшей дочери 35 лет. Младшей 29. Средней посредине. У меня большой родительский стаж. И я достаточно умный, продвинутый и активный. Это все вступление к тому, что за все вот это время у меня накопилось совсем мало материала, касающегося отношений родителей и детей, которые я могу сформулировать. То есть, если смотришь, ну, по-настоящему, то мало что можешь сказать. Ну ладно, может быть, это что-то не очень понятное. Итак, вот я такой, но у меня мало. Но я готов это сказать. Да, вот это мало очень важно сказать. Да, да. Да. Я просто буду какие-то мысли тогда на тему «Дети». В какой-то момент я понял, что детей рождают дети. Супер. Ни один взрослый серьезный человек. Ну, может быть, может быть, может быть. Это я уж так шучу, что ни один. Детей рождают дети. Вот, что еще можно сказать? Существует такое представление, что мужчина, охотник, и вот он, активная сторона, он выбирает, подбегает, хватает. В общем-то, все это правильно. Но это маскирует тот мощный факт вселенной, что настоящая охотница всегда является женщиной. Ну, я даже соглашусь, наверное. Что за кадром это так, да? Просто она так выглядит, так выглядит, как ангел, так невинно, так нежно, что должно пройти большое количество времени, накопиться большое количество опыта у умного человека, чтобы понять, что все устроено с точностью наоборот. 90% того, что закладывается в ребенка, это дается при рождении. Все, что может сделать воспитание, идеально. Это те качества, которые есть у ребенка, своевременно развить. Ну, смысл такой, если ты не поступил в ВУЗ, когда тебе 16, и вот тебе 46, это поздновато. Если ты не начал что-то делать тогда, когда положено, оно не произойдет. И задача воспитания – это обеспечить детям такую траекторию, чтобы они занимались тем, чем нужно, тогда, когда нужно. В свое время музыкой, спортом, физикой, чем угодно. Смотрели мир, становились на лыжи, в том числе на горные, еще что-то. Вот это задача воспитания. Возвращаясь вот к началу этой мысли, что ребенка переделать невозможно. 90% как минимум закладывается при рождении. Это хорошо видят родители, у которых 3 ребенка, 3 и более. Поэтому, чтобы люди что-то понимали в детях, нужно их призывать рожать по 3, как минимум. Ну, я соглашусь, у меня тоже третий, и это совсем другой мир. У тебя тоже 3, и у меня 3, у нас клуб по 3 ребенка. По 3, да, и с каждым новым… У меня 3 дочери. У тебя? Ну, 2 дочки и сын. Супер. И вот следующий, да, и сын, тем более, он совершенно другой. Ну, то есть, я даже скажу, он совсем не похож на нас. Если те чуть-чуть были чем-то похожи, то этот совсем не похож. Я понимаю, что это совершенно другие личности. И, знаешь, родители, родители, ну, пытаются как-то детей изменить. Но если дети уже выросли, и родители умные, и посмотрят на нас, они видят, что, в общем-то, ребенок каким был в 2 года, такой он и в 12, такой он и в 22, и даже уже в 32. Задача воспитания, повторю, это вот поспособствовать развитию вовремя своего ребенка. Как правило, молодые родители, есть часть, и это хорошо, в последнее время это часть все больше и больше, которые занимаются развитием ребенка. Это здорово, это хорошо, это замечательно. Но по-прежнему можно встретить, что интуитивно, чтобы родители не думали, не говорили, они так получаются, что они считают задачей воспитания то, чтобы ребенок не мешал. Страшно. То, чтобы ребенок не мешал. Причем, если им это сказать, они даже возмутятся. Как же так? Но то, как они действуют, постоянно одергивают детей. Сюда стой, сюда не ходи, так себя не веди, здесь молчи, здесь что-то еще. Это чтобы ребенок не мешал. Почему я об этом говорю? Особенно вот основная мысль, что мир меняется, наступил 21 век, 15 лет назад уже. Вот. И главное качество в человеке сейчас востребовано, это активность, инициативность, творчество, креативность, смелость, в конце концов, раскованность, гармоничность. И если ребенка воспитывать по старинке, 100 лет назад, 150 лет назад, особенно в крестьянских рабочих семьях, не мешал по ушам, да и вообще не смотрят на него. Но если сейчас это продолжать, вместо того, чтобы развивать свободу во всех ее проявлениях, то ребенок становится неконкурентоспособен в жизни. Это он неконкурентоспособен в работе, неконкурентоспособен в творчестве, неконкурентоспособен в отношениях с противоположным полом. Это много. Если у него там, там, там не получается, то... Ну, короче, это плохо. И родители, даже молодые, ну, как-то должны об этом думать. Не отдергивать детей, не слишком их ругать, не слишком их забивать. В этом будет проявляться их ответственность как родителей, как тех людей, которые вот этому вот ребенку дают импульс для того, чтобы он был конкурентоспособен в жизни, чтобы он добивался каких-то успехов. Ну, вот так. Да, а еще вот, ну, такой важный вопрос, потому что очень много, да, ну, как бы писем и обращений с точки зрения... Если ты уж потерял вот эту ниточку дружбы, да, вот, что сделать, чтобы восстановить контакт, а лучше сказать до того, как ты его потерял, да? Что сделать, чтобы контакт никогда не терялся? Или какие... Это два разных, это два разных вот вопроса. Что делать, чтобы контакт никогда не терялся? Можно очень кратко сформулировать. Будь человеком. Будь тем человеком, с которым ребенку интересно, которым он гордится, которым он восхищается. Родителям легко таким быть, пока ребенку два года, три года, четыре. А вот дальше наступают проблемы. Ребенок учит математику, а родители не знают. Ребенок читает книги, а родители не понимают. Ребенок работает на компьютере, а родители не понимают, не знают. Лешение очень простое. Совершенствуйся. Родители? Да, родитель, ты совершенствуйся. Читай книги, учись хорошо сначала в школе, но если даже там не получилось, все равно совершенствуйся. Ну, неважно, не знаешь ты физику, но ты можешь что-то другое и много чего, друг другого знать это одна сторона во вторых ну не груби ребенку относись к нему к равному с уважением знай много относись с уважением этого достаточно вот раз и два чтобы связь не терялась ну может быть третье это терпение потому что ребенок и плюс у него все эти переходные там стадии всем в 14 на самом деле постоянно постоянно да поэтому но проявляя проявляя терпение проявляя терпение это не значит что ты не должен срываться да даже может сорваться и нагрубить своему ребенку и дождать его по ушам ну наберись мужества извинись или еще что-то там сделать ну как как-то ж люди друг с другом общаются дружат между ними бывают конфликты между мужчиной женщины жарить и детьми но если ты человек если ты не боишься не стесняешься извиниться или сказать что не прав если ты сам себе мозги не задуриваешь если ты не слишком злобный обидчивый но это тоже внутренняя культура не быть слишком обидчивым не быть не быть негативным и получается что старайся знать и уметь много относись с уважением будьте терпеливы ну и последнее четвертое тогда вот получается работая над собой чтобы не быть негативным чтобы не быть обидчивым чтобы быть честным целеустремленным дети вот а здесь нужно сказать что как показывает опять вот опыт что я говорю немного накопилось это то что не слова и тем более не нотации влияют на ребенка а твой личный пример пример того что ты делаешь пример как ты выглядишь пример как ты реагируешь дети тончайшие существа они все время наблюдают за родителями и не только когда родители находятся в диалоге с ними но когда родители разговаривают друг с другом когда родители разговаривают другими людьми когда еще что-то делают вот он сидит играет в кубики и смотрит на солдатиков а тут взрослые что-то делают о чем-то разговаривают не строить иллюзию он видит все он все замечает и кстати то что он замечает каким-то удивительным образом действует на него больше чем прямая речь поэтому пользуйтесь этим если вы хотите чтобы он не ел чипсы не говорите ему не ешь чипсы скотина а просто между собой поговорить и вы знаете вот там вот мальчик в вася собаки такой хороший мальчик не из чипсы все и вот так прям хвалят все за это вот просто в пол в пол голоса скажите это друг другу этот ушастый я ребенок имею ввиду услышит и перестанет есть чипсы тут же да да в этом смысле это как в теннисе да играйте в стенку ну там тренин тренируйтесь это то есть вот такой посыл и тут очень интересно кстати есть такая старинная такая пословица что до пяти лет к ребенку относись как к царю с пяти до пятнадцати как подчиненным а после пятнадцати как другу ну как то многие родители это знают значит есть родители которые не очень хорошо разбираются и они игнорируют эту пословицу а есть которые еще хуже разбираются и тогда они до пяти лет относятся как к ребенку как к царю как к царю в их представлении то есть что такое в цель к царю в их представлении они ему все разрешают и вот этот мальчик или девочка может все пачкать рвать ходить не так не об этом речь нет опять если хотите чтобы так пожалуйста но не об этом речь идет в этой мудрости это сказал когда-то очень мудрый человек он сформулировал эту мудрость и когда он говорил относись к ребенку как к царю он имел ввиду естественно как он мудрец относится к царю что происходит когда мудрец контактирует с царем царь существо такое что левая нога хочет правая нога а задача мудреца это оставлять его в некоторых рамках разумности и как действует мудрец он действует с учетом или с основы всей своей мудрости это царь он все что угодно может он может и голову отрубить он молодой горячий как действует мудрец он каким-то образом так общается с царем что царь делает то что надо при этом в полной уверенности что это ему так хочется что это его решение мудрец работает с царем тонко царь идет туда куда нужно несмотря на то что у него много всяких вот этих вот в разные стороны импульсов и у царя полное впечатление что никто его свободу воли не стесняет вот вы родители можете вы со своим ребенком работать так чтобы ребенок делал то что нужно с каждым шагом превращался в человека ну какое-то существо оккультурен и что нужно это человек который потому что слово нужно каждый любовь да все слова люди слышат по-своему но вот если мы об этом говорим то задача родителей если они смогут работать с ребенком таким образом чтобы ребенок делал то что он считает нужным но в то же время чтобы это было в том русле который задают родители которая приводит этого ребенка к чему-то нужному полезному я приведу пример мне однажды довелось работать с детьми это было 70 человек детей это зимние каникулы лагерь давно это было белоруссия еще советский союз был дети после чернобыля их никто особо не не угнетает потому что они вроде как ослабленные по здоровью плюс это все такие такие сельские дети ну или небольшие города это сборный такой лагерь требования к ним не слишком большие и дети так достаточно себя вели бесшабашно нам их привезли оставили прекрасный лагерь вот все это хорошо и те кто привозил я только потом понял почему те преподавать учителя которых привезли так улыбались я был еще несколько человек команды и вот мы с этими детьми работали как можно работать с детьми чтобы вот выполнялась условия чтобы они делали то чтобы им было интересно нужно делать что-то интересное для них и вот мы делаем там сражение рыцарей там викторина там какая-то тайна что такое тайна и это как с этим что чипсы не ешь он тогда не будет а если прямо вот для того чтобы их собрать вот этих не управляемых в одном месте нужно написать непонятное объявление турум-бурум т.з. во столько-то и я уже не помню те слова но они непонятные почти как в алисе стране чудес ну что-то такое понятно что где-то что-то произойдет их нужно заинтриговывать заинтересовывать и у нас получилось благодаря этому ими можно управлять потому что иначе они не управляем мы для них никакого авторитета никакой ценности не представляем они нас первый раз увидели и и вообще они на учителей в общем-то плюют оказалось там половине детей вообще дни рождения не отмечали когда мы стали дни рождения отмечать это дети плакали через четыре пять дней был родительский день приехали родители и они спрашивают детей чем вы тут занимаетесь а дети им отвечают чем хотим тем мы занимаемся родители удивились обратились ко мне пришлось им объяснять что формула такая что дети здесь все время занимаются тем что ему интересно и тем чем они хотят заниматься на детском языке выглядит что чем хотим тем и занимаемся несмотря на то что они занимались тем им кажется они занимались тем чем хотели но в то чем им заниматься все подсовывал я всю вот эту вот программу вот на весь день и и все эти и мы этим хотелось новых сознание то чем хотим тем и занимаемся вот это вот то вот 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 с ребенком до пяти лет как сарем это не значит что вот просто тотально позволяем и все это очень тонко его проводи по нужной траектории развития и тогда вот если это понятно становится понятно что это две крайности одна которая вот все пожалуйста разрешаю он на стенки лезет и и все это а второе это его долбят это вот нельзя это не туда и вот вот два лагеря вот они разделились вот они спорят они оба неправы по-настоящему заниматься нужно так вот ребенком чтобы он чем хотел тем и занимался в его головке отражалось и и второй вопрос на который мы ответили как с ним не потерять контакт если он уже потерян я знаю ответ на вопрос что делать когда он теряется вот когда он потерян причем ну каждый случай уже конкретно как по контенту так и по мощности силе вот он потерян вот он много лет потерян и что и что делать и люди я не знаю и в любом случае тогда что нужно идти к психологу вот к вам например рассказывать все как есть и вместе с вами постепенно выбираться из этой ситуации универсального совета вот 1 1 в этой ситуации не просто я не дам его дать невозможно невозможно нужно выбираться из этой ситуации с учетом всего всего сложность в том что то что тебе кажется пустяком на самом деле может быть корнем из которого все и наоборот то что тебе кажется важным ману ничего не весит ничего не стоит поэтому нужно разбираться конкретные со специалистом а вот если начинает теряться связь то внук ситуация легче вот она была вот она начала теряться во первых нужно успокоиться и перестать бояться потому что конфликты когда ребенок подрастает они неизбежны не надо бояться этого а во вторых проявлять может быть больше терпения не обижаться на ребенка а здесь очень важно внутренняя позиция такая когда ты ждешь от ребенка любви ответа обречет на поражение как в этой ситуации когда теряется связь окна него начинаешь обижаться так и вообще во всей ситуации потому что вопрос почему ответ очень простой что если ты ждешь от ребенка любви но это есть желаемая желаемая родителями обратная связь то ожидание любви искажает твое поведение так ты бы ему сказал отсюда туда а так ты должен корректировать свое поведение потому что иначе ты боишься ты его обидишь он тебя любить нибудь я условно то есть если родитель ждет ответной любви он не делает то что должно он не делает те шаги в той манере с той мощностью в той последовательности которая равна идеально он у ребенка в голове вообще во вселенной он все время искажает это неправильно это все равно не настоящее и вот это вот не настоящие вот это вот искажение накапливающиеся вот она раз разрывает то есть родители не родители даже быть как самурай они не должны они должны делать то что должно и пусть будет то что будет да хорошо да они ждать но это известная фраза но она относится к самурая в родители детьми они должны из этого исходить и тогда есть шанс тогда есть шанс что вот эти человеческие отношения правильные отношения приведут к тому что вырастет человек у которого тоже будут правильные принципы и тогда родитель как человека ребенок как человек найдут общий язык какая-то система ценности совместная за годы образуется отшлифуется а если ее искажать и и если врать если надоедать ребенку если обижаться то это все приводит к тому что вырастает одна вторая третья четвертая картонная фанерность стеночки а вам они спрессовываются потом они все тверже закостеневают ну и все и нет отношений да и и людей можно сказать нет сидят какие-то огоньки в жестяных коробочках вот контакта нет когда твои дети вот подрастают ты находишься очень и если ты занимаешься собой с исследованием изучением себя тянешься какому-то совершенству то ты с одной стороны ты видишь своих родителей и себя ребенка по отношению к ним с другой ты видишь своих детей их отношения к себе это я хочу одним словом назвать суть кармы понятие карма заключается в том что ну тебе воздается точнее так это не суть это понятие кармы это то что тебе воздается но суть того что воздается она следующая вот ты был ребенком и мучил своих родителей вот теперь ты будешь родителям которым будут мучить дети то есть воздаяние она у человека наступает в том что он проходит события с одной стороны а потом с другой стороны в одной роли а потом в противоположной роли ребенок родители родители ребенок молодой старый старый молодой вот это вот невозможно объяснить ребенку чтобы он вел себя правильно невозможно объяснить пожилому человеку чтобы он вел себя правильно можно как для ребенка так и для пожилого человека выстроить такую траекторию чтобы он делал то что чем-то занимался зачем хотел тем и занимался то есть людям сначала как родителям потом как тем потом как детям которые относятся не хватает мастерства без этого мастерства коммуникации мастерства воспитания неважно детей и родителей без вот этих вот тонких технологий невозможно выйти из этого порочного нотации не помогают объяснение помогает слова не помогают все что ты можешь это каким-то тонким вот образом выстраивать вот эту вот траекторию не пытайся даже объяснять говори ребенку возьми это положи туда говори своей маме завтра послезавтра и после послезавтра меня не будет чтобы и вариантов масса чтобы ты не скучала вот тебе что-то неважно что это билет кошечка поездка неважно что главное что я говорю это не слова не объяснение люди особенно в современном мире в современном мире информационных технологий вот то что вот мы их сейчас делаем это вот будет текст вот будет вот видео все это слова слова склонны до словам невозможно объяснить словами то есть если ребенок да вот этот взрослый ребенок хочет чтобы мама ну встала на уровень взрослого это не получится то есть если она уже не никогда то она уже не станет взрослыми не поймет да вот вот только тот кто это вот понимает вот ему 35 например вот он это понимает вот он может сделать так у него есть шанс точнее чтобы вот у него с ребенками до всего ребенка не было и чтобы самостоятельно себя вести правильно для этого он должен владеть искусством вот ребенка тонко вести по траектории и понимать что здесь он изменить ничего не может и словами ничего не изменить не может поэтому нужно искусными средствами на санскрите искусственное средство одно слово упая 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 тогда у него остаться взрослым и он взрослый он центр мира он дирижер как потопаешь так и полопаешь главный герой да не умеешь обращаться с папой с мамой потому что переделать их невозможно нужно только уметь обращаться ну вот значит вот 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 тебе твой результат не умеешь детьми обращаться вот тебе вот как дети видят мир играет делаем что хотим несмотря на то что тут такие специалисты такой уровень сложности так все это для них все очень просто делаем что хотим и это восприятие зависит от их уровня развития и соответственно чтобы ты туда не включал развлекательное мероприятие образовательное мероприятие понятие гармоничности саморазвития он будет понимать на своем уровне другое дело что если вокруг все хорошо и он неплох то есть шанс что он будет проходить со ступеньки на ступеньку каждой ступенькой будет понимать это вот на своем уровне поэтому то что люди неправильно понимают сложные понятия упрощенно видят процесс в этой это естественная ситуация и так вот первое мы людей не критикуем за те их формы даже очень они могут быть какие-то размытые или состоящие из заблуждений если они идут в сторону развития вот меня критерием является не торгует наркотиками или там водка уже молодец не делает что-то плохо уже молодец а заблуждается не заблуждается ничего поймет не сможет понять неважно по каким причинам ну ничего страшного не в этой жизни в следующей то есть может потому что я постарше или что-то такое я спокойнее отношусь и здесь вот я хочу перейти вот к детям родители когда ребенок делает что-то не то на их взгляд они все время реагируют и достаточно бурно так вот я хочу сказать что если они не будут вообще никак реагировать в девяти случаях из десяти то ничего не изменится а только улучшится но ребенок будет спокойнее веселее не такой нервный но вот это их родителей представление что если они не среагируют то ребенок испортится вот это представление абсолютно ложно они ну я уже на самом деле все сказал то есть они не должны так бурно реагировать и считать своим долгом тут же поправить потому что иначе что-то плохое за ребенком не получится из ничего плохого все в него заложено практически от рождения все что вы можете это создать для него атмосферу в которой ему будет комфортно оптимально быстро он будет двигаться в своем развитии ну да иногда нужно и хвост прищемить в воспитательных целях но осознанно и спокойно но вот это вот я уже даже не говорю про раздражение на своего ребенка но вот это вот желание вот тут же поправить она абсолютно излишне не делайте этого пару дней и вы увидите что вот только лучше стал а если ситуация кажется безвыходной пример пожалуйста иногда кажется что вот я проходил через это что кажется нет пути не вот так нельзя сделать не так не так не так и не потому что других нет не потому что это я чего-то не вижу действительно нет никаких путей но если ты голову отключишь и просто продолжишь там жить делать то ситуация меняется она складывается искать таким образом что я не знаю может быть слишком запутанно но но это примерно из того что вот мы говорили если ты самому себе говоришь даже вот десятилетней давности что-то подсказываешь он тебя не поймет ты сам себя не поймешь потому что тот десятилетней давности ты на 10 лет моложе у него другие понятия другие представления и все что ему сейчас горишь точки зрения опыта он будет воспринимать что он это понимает а еще такой вопрос если женщина говорит что и не нужны серьезные отношения с мужчиной я не верю я не верю что если человек человеку объяснить или женщина сама себе объясняет что и никто не нужен что это правда я считаю что это силе минутное состояние и абсолютно убежден что мужчине нужна женщина женщине нужна мужчина мало того я бы так сказал даже мужчине который изначально сориентирован на успехи в своей деятельности в какой-то для мужчины ну это очень важно самореализации кодить это ему женщина нужна для полноценной жизни а женщина который по моему убеждению гораздо меньше чем мужчина заточена на внешнюю самореализацию вот для полноценности и вселенной конечно нужен мужчина что она думает женщина в отдельный момент или что мужчина думает в отдельный момент роли не играет потому что бывает настроение бывает разочарование бывают даже бла-бла-бла заболтал там себя лет или там кого-то но мы знаем что я знаю что вот если есть он она и и и как-то они на людей похоже друг другу относится хорошо вот вот это вот счастье что вы можете да пожелать ну читателям слушателям зрителям вот у вас есть книга да в помощь вот какие-то главные удачи да потому что потому что все что люди делают те кто читает и для кого хоть сколько-нибудь будет интересно мое пожелание у кому-то не интересно кто-то и вашу журнал не видит но те кому интересно я уверен что они работают над собой и они много чего делают и 1 2 5 10 и много чего а нужна еще удача и вот здесь я могу сказать опять же из своего опыта вот помните что мир еще устроен таким образом вот вы хотите чтобы что-то произошло и вы прикладываете усилия мощные усилия изощренные усилия старайтесь вот вы при этом должны помнить что вот о таком устройстве мира да короче вот пройдет может быть совсем немного времени вот перед вот вы перестали уже вот биться стараться и вот пройдет немного времени и вот то чего вы хотели вдруг сложится само собой звезды так сложились планеты так сложились удача пришла и вот это нужно помнить я я не призываю к тому чтобы не стараться нет я не призываю сидеть и ждать вот эту удачу нет я призываю стараться но помнить что гармония и баланс состоит в том чтобы это старание ну не перехлёста мало уж слишком через край и чтобы не было разочарования что ты стараешься ничего что-то не происходит это во всем в делах в поиске мужчины или женщины в отношениях с детьми то чтобы терпение но здесь другой другая грань что подожди время еще не наступило звезды еще не сошлись учитывая это не теряя надежду не разочаровывайся помни что и такое есть это важно и одним словом это называется удача